Уютные дворики, городские пейзажи, Кремль изобразили участники пятого открытого окружного творческого конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья, волшебники изумрудного города. Конкурс получился очень такой теплый, интересный, работы замечательные в разных техниках, с использованием разных материалов, это и рисунки, ДПИ. В этот раз на конкурс было представлено более ста декоративно-прикладных работ и рисунков воспитанников 18 учреждений образования и культуры на тему «А из нашего окна». 49 из них стали призерами и победителями. Вы удивительные и прекрасные. Судить работы практически невозможно. Я хочу сказать всем вам сразу, что вы все абсолютно победители. И те, которые сейчас здесь, и все, кто по каким-то причинам сегодня не смог к нам доехать, но тем не менее получат свои призы и награды. Первое место в номинации декоративно-прикладное творчество завоевала коллективная работа клуба «Изумрудный город. Букет». Одним из авторов этой уникальной картины стала Кристина Лбова, постоянная участница конкурса. Второй год в «Волшебниках изумрудного города» участвует Саша Балашов. В этот раз он нарисовал рыжего кота и чижика-пыжика за окном. Сюжет помогла придумать мама. В итоге третье место в номинации «Изобразительное искусство». Мне нравится рисовать свои рисунки. Ещё мне нравится получать грамоты. Совместный проект клуба «Изумрудный город» и Одинцовского историко-краеведческого музея стал интересен и за пределами округа. В этом году участниками конкурса стали юные художники из коррекционных и специализированных школ из Москвы и девяти муниципалитетов Подмосковья. Количество участников увеличивается. Значит, что интерес растёт. А самое главное, дело оказалось очень нужным и очень правильным. Ну и в преддверии Нового года, конечно, очень большой праздник, очень символичное название выставки. Мы приглашаем всех в Одинцовский историко-краеведческий музей разделить вместе с нами, с «Изумрудным городом» и с Одинцовским историко-краеведческим музеем эту радость творчества.